Привет! Ещё раз потестили, сходили, подышали свежим воздухом. Вот, сейчас подойдёт Лёша Макаренков. Да-да-да, уже бежит. Вот, он уже бежит, да. Собственно, ещё раз всех поприветствую. У нас сегодня трансляция по игре Shelter, симулятор Барсука, Барсучихи. Барсучиного семейства. Барсучиного семейства. Вот, это мы продолжаем тестировать и внедрять стримы на игромании. И, собственно, сегодня такой маленький, ну, полчаса, может быть, минут сорок будет стрим. Такой блиц, так называемый. Как вообще пришла идея сделать его? Лёша Макаренков, вам всем известный главред игромании журнала, ходил по офису очень много последней недели, говорил, ребята, ребята, игра Shelter такая крутая, вот, надо обязательно вам все в неё поиграть, и вообще надо что-то по ней сделать, потому что это инди, но инди крутое. Я говорю, Лёша, давай сядем и просто вот поиграем в неё, и ты расскажешь... Постримим. Да, свои впечатления, просто постримим её. Расскажу, как у меня вообще, откуда я про эту игру узнал. Я записывал какое-то видео до игромании, я сейчас не вспомню уже, что это конкретно было, и потом ребята делали подводку и нарезку по разным играм. Я начинаю смотреть, там, собственно, мой голос, моя голова, я что-то говорю, и когда я говорю про какую-то инди в целом, про инди-индустрию, вдруг появляется кадр, где, я вижу, бежит барсук, задница барсука. Я думаю, опача, как же я эту игру пропустил. Я побежал к ребятам в видеолаб, спрашиваю, что это, что это, что это? И Женя Колпаков такой, опача, а это Шелтер, ты что, его не видел? Я говорю, нет, не видел. А вот она ещё не вышла, но я там активно общаюсь с разработчиками, и они мне уже прислали версию предрелизную. Я говорю, давай-давай-давай её быстренько сюда, и прошёл её буквально за один вечер, она не очень длинная игра, вот, и реально прифигел. Это офигеннейший совершенно проект, прифигел, офигеннейший, всё, тавтология пошла. Ага. Вот, собственно, такие дела. Ну, мы всё-таки представимся, так или иначе. Меня зовут Александр Хитров, и вот сегодня в качестве гостя-эксперта... Недоученного биолога, квалифицированного, сертифицированного судмедэксперта, выступаю я. Вот, собственно, Алексей Макаренков, главный редактор журнала «Игромания». Всем привет. Вот, я думаю, что вот после такого лёгкого вступления можно поздороваться ещё раз с читателями, и начать играть, наверное, да, Лёша? Да, давай, ты начинаешь играть, собственно говоря, можешь задавать мне вопросы. Маленькая-маленькая нотка такая, очень крутая музыка в начале. Вот, Женя, может быть, он к нам присоединится. Кстати, очень важный момент. Мы сейчас стримим не то, что как вечерами, когда офис пуст, у нас здесь все сидят сейчас работают, вот, Настя Хэллоуэд, Женя Колпаков, Стас Дьякона, все они сидят, работают, да, мы вот решили мысли сейчас болтаем и отвлекаем их от работы. Сабантуй такой, да, устроить. Вот поэтому могут быть крики. Вот, говорят, что мы заразы. Спасибо, Настя. Вот, и мы будем, походу, походу будем спрашивать, да, может быть, у ребят, вот, Жени, в частности, про разработчиков. Вот, потому что он с ними тесно контактирует. Все, собственно, на этом, наверное, нажимаем New Game. Музыка прекращается. Появляется экран loading. Да, это же один. Алушники, чтобы послушать. Да, и появляется куча оттенков коричневых и зеленых цветов в сером. Вот можно начать крутить камерой. Я так понимаю, что вот это... Да, знакомьтесь, ребята, это барсуки. Вот так они выглядят в игре, да и в жизни они, в общем, приблизительно такие же. Вот эта вот большая, вот эта вот, там, которая пошла, вот сейчас на нас идет, это самка. Собственно, за нее мы и играем. Ей сейчас Саша как раз и управляет. А вокруг нее носится вот сейчас четыре нормальных барсучонка, коричненькие такие, видите? Один как будто мелкий. А вот этот, да, я когда первый раз начал играть в эту игру в шелтер, я подумал, что он тупо сдох. Нет, он не сдох, он на самом деле живой, хотя понять это достаточно сложно. И вот сейчас наша задача, Саш, ты еще не играл, да, по-моему, ни разу? Я запускал только вот просто потестить пару часов. Ага, вот они сейчас сидят в своей норе и нам нужно найти какую-нибудь еду, чтобы этот бедный несчастный барсучонок окончательно не откинул копыта. Вот, да. Это похоже на репку. Да, это что-то типа какого-то корневища. Все, тащим обратно. Барсучок машет хвостиком. То есть он не мертвый, да? Да, 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 вот он серенький, он бедный помирает. Если вы не похормились, да, ты его, по-моему, убил, а ты что? Так, о, о, очухался. Так, ну, Леш, наверное, мне странно, странно. Как узнать, что это не запись, спрашивает нас, немножко отвлекусь. Да, ну, собственно, вы можете задавать вопросы, а мы будем на них стараться отвечать. Может, что лагает стрим, так что никакая это не запись. О чем эта игра? То есть вот я сейчас ползу по пещере, и мне просто интересно, о чем эта игра? Кстати, на всякий случай, я тебе через технический момент, ты можешь в любой момент зажать shift и побежишь. Не побежал? А, значит, функция поется чуть попозже, здесь, видимо, только ходить может. Эта игра, ну, ее можно назвать с некоторыми оговорками симулятором бурсучиного семейства. То есть вот у вас есть бурсучиха, у тебя саш тоже есть бурсучиха, есть пять бурсучат. И они в какой-то момент, вот сейчас одного бурсучонка домой подлечили, и они отправляются в так называемое пищевое путешествие. В жизни бурсуки большую часть времени проводят в норе днем, они там спят, размножаются, чего они там только не делают. А ночью, для того, чтобы как следует пожрать, они отправляются в путешествие по большущей-большущей территории. У них есть заранее простроенные маршруты, по которым они идут и знают, что там найдут какую-то жрачку. Собственно, игра это симулятор вот такого вот путешествия. Самка бурсука ведет по пищевому маршруту своих маленьких бурсучат. И с ними что-то происходит на этом маршруте. То есть это такой своеобразный джорни из жизни бурсуков. Да, да, да. Именно так. Так, вопрос к Алексею Макаренкову. Если скажет в этой... Чего я это вот сейчас плохо вижу, ребят? Тут очень неудобно. У меня экран стоит, поскольку мы в рабочей обстановке. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас я поверну экран. Саша повернет, я смогу читать с экрана. Есть ли сюжет в этой игре? Есть ли ветки концовки? В смысле можно игру закончить разными историями? Нет. Закончить игру разными историями нельзя, но концовку мы вам не покажем и не расскажем про нее, потому что это такой некий вау-эффект. Даже не вау, а, ну, просто. Она немножко влияет на сознание человека неподготовленного. Потому что вот к этим барсучатам, пока играешь, реально очень сильно привыкаешь. Вот если сейчас попытаться покрутить камеру, можно увидеть, что каждый барсучонок на самом деле уникален. У него своя собственная мордочка. То есть рисунок мордочки отличается. Я вот когда первый раз играл, я минут через 10 уже выделил одного конкретного барсучонка. И, в общем, поведение в игре, на самом деле, у них одинаковое. То есть скрипты для всех одинаковые поведения. Все бегают примерно, отбегают в стороны, жрут примерно одинаково. Но все равно, поскольку они по-разному выглядят, как к кому-то барсучонку привязываешься сильнее, чем к другим. Начинаешь за ним конкретно следить, кормить его больше. Хотя вот это... О, о, о! Сейчас произошел интересный момент, я на секунду отвлекусь. Барсучиха стрясла яблоко для своих барсучат. И сделала она это специфическим, мазохистским способом. Она разбежалась и стукнулась башкой в дерево. В жизни такое невозможно. Не подумайте чего. Это вот такая игровая штука. Мы с разработчиками общались много. Мы через некоторое время позовем Женю, и он нам расскажет побольше о разработчиках. Я вот писал там вопросы, и он их отсылал разработчикам, они отвечали. Так вот, один из вопросов был, насколько вообще вы хотели добиться такой реальной симуляции? И они ответили, что нет. Никакой глубокой реальной симуляции у них идеи не было сделать. Они хотели добиться красивой, интересной истории, ну и плюс-минус сделать реалистичную картинку так, чтобы мы могли сопереживать живо. Вот у них стояла такая дилемма. Либо делать очень реалистично, либо такую сопереживательную приключенческую игру. И они очень правильно выбрали второй путь развития. Поэтому в игре не все реалистично, зато очень так душевно, по-доброму и хорошо. Хорошая музыка, очень приятная. Да, я ее не слышу, поэтому замечательная музыка. Вот, ну так, но пока что... О, вот там смотри, какой классный вопрос. Правильный очень. Вопрос к обоим. Придется ли терять детей в игре? Есть ли плачевные моменты в ней, где реально жалко будет кого? Кого-то. Детей. Или эта игра несет только позитивный лад? Ребят, нет. В том-то и дело, что игра несет далеко не только позитивный лад, и в процессе прохождения вот этих самых пятерых барсучат можно вообще-то вообще всех потерять. За ними нужно следить, и это вот один из основных лейтмотивов игры. То есть это не просто симулятор барсучиного семейства, это еще и симулятор заботы о потомстве. Побежала жирненькая такая, хорошая. Барсучка, да? Барсучиха. Барсучиха, окей. Да, к слову, мы, во-первых, действительно можем оговариваться, потому что правильно, барсучиха, хочется очень сказать барсучка, но это еще и охотничий сленг. Многие охотники самку барсука называют барсучкой. Вопрос в чате. А яблоко не может убить барсука? А вот барсук может убить яблоко. Передаем привет Александру Марсу. Так, по воде явно барсуки передвигаться не нужно. Да, да, вот когда ходишь по игре, вот по всем этим уровням, вот если не упираться головой во все места, куда нельзя пройти, кажется, что мир такой очень открытый. На самом деле направление задано очень четко, вас просто ведут по некому маршруту, на котором, ну, что-то случается. О, ты лягушку, что ли, поймал? Я поймал, лягушку. О, неси лягушку к этим самым барсучатам. Они сейчас едят лягушек? Еще как, они в жизни едят лягушек, что самое ужасное, не знаю, или хорошее. Вот барсуки вообще всеядные твари, это семейство Кунии, и единственный представитель рода барсуков, барсук, собственно, обыкновенный. Ареал у него очень широкий, где он только не живет, вся Европа, практически вся наша страна. В общем, фактически в любом большом лесу, если очень постараться, можно найти барсуков. Другое дело, что люди зачастую гуляют и не знают, что они там есть, потому что барсуки, они так просто на глаза не показываются. Вот и попкой виляет, пошло. Пересекаем, да? Мне, в общем-то, напоминает, она броненосца в это. Да, слушай, есть чего-то такое, но при этом анимация, на самом деле, очень достоверная. То есть, если посмотреть документальные записи из барсуков, про барсуков, то станет понятно, что аниматор свою кашу не зря ест в студии. Он очень хорошо все сделал. Разработчики говорят, что они вообще жизнью барсуков не то чтобы прям сверски интересовались, они детально повадки не выясняли, с биологами не советовались, но явно посмотрели много видео о том, как они барсуки двигаются, и получилось у них хорошо. Спрашивают, кстати, пару вопросов. Есть ли другие животные в этой игре? Да, животные есть. Я вот не знаю, хватит ли нам стримового времени, чтобы дойти до одного из животных. Давайте сейчас... То есть, с ними взаимодействие идет или за них можно играть? Нет, играть за них нельзя. Играть можно только за барсучиху, и с которой вот все барсучат следуют как хвостики. Но в игре... Давайте сейчас расскажу, потому что ну вдруг стрима не хватит. Один из нереалистичных моментов в игре, здесь можно охотиться на лис. То есть, натурально. Вы видите лисицу такую рыженькую, симпатичненькую? Просто так ее догнать невозможно, потому что барсучиха бегает медленнее лисы. Но она может подкрасться к ней в траве. То есть, она забегает в траву, если лиса рядом с травой пасется. Подкрадывается к ней, дальше могучим прыжком наскакивает на нее и убивает. После этого прибегают барсучаты, и, наверное, секунд за 10-15, они тут лисицу сжирают начисто. Вроде смотришь, лежит целый труп, потом бац, а лиса уже закончилась. Слушай, Леш, ну вот еще был такой вопрос, можно ли собирать все это с собой? Ну, как бы ты ее можешь взять в зубы и тащить какое-то время, но вообще... А как понять, что вот эти вот маленькие барсучаты, вот они к еде... Вот смотри, смотри, да, они сами выкопать не могут. Ты им выкапываешь, кладешь опять кнопкой обратно эту еду, она упала, и сейчас они ее сожрут. Вот, пошли ездить. Поэтому важно все время следить, чтобы барсучата были где-то поблизости, никуда не убегали, и все были сыты. Иначе в какой-то момент ты так идешь, 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 потом смотришь, опа, а барсучонка-то только 4. И нужно бежать фиг знает куда, обратно по локации, искать там этого барсучонка. Он, конечно, пищит, но этот писк слышен только вблизи. Я вот один раз потратил минут 10 времени, чтобы найти одного, наверное, барсучонка. Так, а это кротовья нора какая-то, что это? Это, не знаю, это что-то, да, может быть, корень какой-то раз. Так, карты здесь есть? Нет, карты нет. То есть здесь просто open world. Да, ну, условный open world, он очень узко ограничен. Есть ощущение пространства открытого, но на самом деле нужно так выбирать некий маршрут. У меня вот не было ни разу проблемы найти, куда идти дальше. Вру, один раз была в ночной миссии. У меня вот барсучонок один начинает хворать, я так понимаю. Да, очень сильно. Мне нужно его накормить. Я сейчас судорожно пытаюсь найти ему еду. Смотри, еще одна фишка. Ты вот сейчас судорожно пытаешься найти еду, ты бегаешь. Барсучата тоже переходят в голубь и несутся за барсучихой. Барсучиха, да, барсучиха, не барсучка. Они сильно устают очень от этого. Чем больше они бегают, тем быстрее они становятся серыми. Так что иногда лучше, вот, да, двигаться шагом, и они так дольше будут жить, и больше шансов успеть найти еду до того, как они свалятся без... Понятно, слушай, я уже начинаю... Я уже начинаю просто проникаться к ним. Да, вот, кстати, вот сейчас перед нами вот это заросли травы, в них как бы можно прятаться. Здесь нет кого, но вообще, вот, когда туда заходит барсук, классное очень графическое решение. То есть, не какие-то там реальные полигонов много, вот, просто вот месиво вот такой из травы, но вот барсук туда зашел, видна только его спинка, и выглядит это очень реалистично. Если кто-нибудь видел когда-нибудь из живого барсука, идущего по чипыжнику, это вот так примерно и выглядит. Вот на самом деле, как трудно найти еду. Много яблок уже нашли, но сейчас, вот, если, ребята, вы посмотрите, у меня один бурсучонок, он отстает, и я сейчас реально попытаюсь найти еду. Вот яблока нет, вот, например, на дереве. Да, на дереве яблока нет. Что еще и карельное. У меня есть подозрение, что я бегу вообще назад. Я сейчас, собственно, именно бегу, потому что... Слушай, это я не к своему... Да, ты назад, ты вот оттуда из норы вышел. Это твой шел, собственно, да? Да, это твой шел. Ух ты, то есть... По пути здесь ты уже, по идее, еду всю собрал. Еда не возобновляется. Не возобновляется, да, вот она по пути потихонечку попадается, вот ты ее собираешь, после этого ничего уже не появится на этом месте, не вырастет. Ребята, догоняйте. Что там еще интересного в комментариях? Так, собственно... Бедная барсучка, и барсучков надо держать рядом, и еду им срочно дойти. Да, не самое очевидное решение, что же делать. Вот мне реально приходится бежать, бежать, бежать. А они вон там, бедные уже, из последних сил. Ну, сейчас найдем какую-нибудь еду, я думаю. Да, прописки, я слушаю, начинают. Так, еда, еда, еда. Опять, видимо, к речке надо идти. Так, слушай, ну дай вот сюда вот направо попробуем, потому что я тоже не помню, куда вот так сходу здесь надо двигаться. Да, здесь потеряться очень легко. А-а, вот обратно, явно пути, вот сюда. Вон туда, вон туда, да, через, через, знаете, вот. Вот в жизни вот барсуки так себя и ведут. Идет семейство барсуков и ищет еду. Находит чего-то мелкое живое, ловит, съедает. Находит какой-нибудь корешок, съедает. Травку съедает. Слушай, мы по этой деревне пришли, мы обратно что-то не в бою побежали? Да. Ну, мы там как-то прошли по... Да, понятно. Сейчас нам главное обратно не пересекать реку. Да. Это будет мотивироваться. А мы пересекли реку вообще по этому, по... По какому-то... Вон, вижу яблоко. О, отлично. По пещере по какой-то мы вернулись обратно. А барсучаты где, бедные? Ни одного не видят. А вот они, вот они, все пять на месте. Кто-то там пишет, что это игра как пэкмен, только про барсуков. В целом, отчасти, вы, товарищи, правы. Потому что большую часть времени в этой игре нужно заниматься поиском еды. Но вот исключительно на пищевой цепочке, конечно, игру не построишь. Поэтому в геймплее есть и другие элементы. Это вот поначалу, да, только кажется, что вот только еда, еда. Вот вас так втягивают, приучают к барсучкам, показывают основы геймплея. Дальше будет еще несколько вещей, которыми в игре тоже нужно заниматься. Там ребята спрашивали, есть ли элементы стелса в игре. Элементы стелса? Ну вот когда вы охотитесь на лесу, это отчасти элемент стелса. Вам нужно к ней подкрасться в чипыжнике и выпрыгнуть на нее. И второй элемент стелса в игре есть, когда вы можете потерять барсучат. Здесь есть несколько локаций, на которых... Ну не локации, а часть локации. Когда вы выходите на открытое пространство... Так, что там спрашивают? Нет, розыгрыша ключа вот сейчас все-таки, наверное, не будет. Потому что игра вот только сейчас вышла в стиме. И мы, честно говоря, не попросили у разработчиков еще ключи. У нас как-то очень спонтанно этот стрим получился. Но, возможно, мы эти ключи, если запросим и дадут нам разработчики, мы их разыграем, например, в группе ВКонтакте. Я там про игру уже писал, когда я ее прошел. Ну так, совсем чуть-чуть. У нас ключи еще по одной игре лежат, не разыгранные. Тоже надо будет это сделать, не забыть. А по какой? По Санктум 2. Мы там два ключа разыграли, а по-моему, три ключа еще лежат. Еще лежат яблоко. Отлично. Так, на чем я там остановился-то? А, вот, да, про элементы стелса. На открытых пространствах тоже разбросаны участки травы, между которыми нужно быстро перемещаться. Сверху летает здоровенная хищная птица. Давы, принадлежность не определишь. Она такая, очень условно нарисована. Как-то вся стилистика игры, видите, она такая полигональная, но красивая. Что там еще спрашивают? Так. Ха-ха, сейчас мы спросим Женю. Жень, как называется компания? Напомню еще раз. Might and the Light, вот говорит Женя, называется компания, это Индия. Разработчики... Там был вопрос, это не те же люди, которые разработали игру P.I.D.? Насколько... О, вот я чуть вам не соврал. Женя говорит, что это именно они. А я, к своему стыду, еще про разработчика узнал очень немного, потому что больше играл в их проект. О, а давайте мы позовем Женю, он сейчас как раз-таки расскажет. У нас сейчас прямое включение. Да, сейчас последний момент Леши. Сейчас, Леш, один момент. Вот тут спрашивают, наверное, когда одному бурсучонку очень хреново не стоит ли ходить по высокой траве. Это как-то влияет? Нет, вот хождение по траве не влияет никак, а вот бег влияет очень сильно. Стоит перейти на бег, если бурсучонок уже совсем серенький, он в какой-то момент хлобысь и лапками кверху ляжет. Надо будет искать еду. Все, пускаю Женя, он расскажет о разработчике. Да, сейчас, сейчас, Женя. Евгений Колпаков. Так, мышку увидел, нужно мышку из травы, я так понимаю, да? Мне показывают картинку, нужно мышку из травы варить. Хоп, поймал. Поймал. Так, у меня уже двое сереют, полетает муха вокруг. Как-то они быстро сереют начали, странно. Да, собственно, Женя, про разработчиков расскажи, пожалуйста, откуда они для начала? Ну, в общем, компания Might and Delight довольно молодая, то есть сделали они игру PID, собственно, я в нее не играл, даже нечего сказать. И вот это их вторая игрушка, которая оказалась достаточно интересной. Ну, что я про них знаю, там, в принципе, разработчики не первый день в индустрии. Кто Mirror's Edge делал, кто Battlefield, с Killzone кто-то даже работал. Вот, и еще они занимались этим. Rearm, это как-то выходил недавно, игрушка. Ну, ладно, не суть. Ну, в общем, не суть. Там есть, да, известные разработчики, которые почему-то решили заняться имправлением. Уже был суток. Да, ну, почему это мы в интервью не спрашивали, это в журнале будут ответы. Вот, на самом деле, очень здорово, что они решили обратиться к теме дикой природы. И там где-то был в чате уже вопрос, встретили ли мы охотника тут, например. Вот, то есть можно ответить на него, думаю, без спойлеров. Ну, да, охотники не так и не будут. Да, то есть это игра именно о дикой природе, о том, как животные там питают, находят себе еду. И людей тут совершенно нет. Вот, в этом идет такой... Коряга. Это был вопрос отличный просто. Будет ли киноадаптация этой игры? Это... кто это спросил? Шутер Мэниш. Просто красавец. Киноадаптация этой игры, будет ли она? Обязательно, я думаю. Просто непримечательно. Жень, поскольку ты общаешься с разработчиками, ты спросишь у них? Я думаю, бюджета у них не хватит на такую тему, но... Можно на Kickstarter пойти попробовать. Очень забавный был вопрос. Собственно, они задавали его разработчикам, а почему пурсуки? И они сказали интересную вещь, сейчас они шведы, да? Да. Они сказали, что у нас в Швеции бурсуков немного. На самом деле их там хватает, просто они их редко видят. И они как-то отвечают. Больше всего мы видим бурсуков на обочинах дорог, сбитыми. И поэтому мы решили, что это несправедливо, что бурсуков столько сбивают. Мы хотим сделать игру про живых нормальных бурсуков. Сделали. Где они... О, лиса. Я дошел до лисы. Лиса, лиса, лиса. Да, вот здесь, Леш, здесь, очевидно, ты мне должен подсказывать. Тебе надо прятаться в траву аккуратно и подбираться к ней так, чтобы она тебя не видела. Так, она видит только лицом? Она всем видит, ее глаза на всех частях тела. Понятно. Так, вот сейчас меня видно, да, мне нужно вот в такую траву подбираться. У нее есть какой-то путь, я так понимаю. Ну, у нее есть некий условный, да, путь. То есть вот сейчас лучше ее догнать, поскольку она рядом с травой, можно попытаться ее схватить. Нет, я попробую подождать. А, нет, можно. Не-не-не, она, она, зараза такая, убегает. То есть она обратно не пойдет? Ну, чисто теоретически, о-о-о, вот сейчас мы с ней подождем. Не-а. Мне советуют забраться на дерево и... И сигануть оттуда. С клинком, да, а-ля Ассасин, походу. Так, леса иди обратно. Да, вот туда, в траву левую туда забегай, и параллельно ее пути иди. Да, сейчас вот она тебе... Собственно, она побежит, вот тогда, значит, она тебя увидела. Я не добегу до нее, да? Ну, можно попробовать, да, сейчас в рывке быстренько так, с шифтом. И прыжок делать. Ать, нет, не получилось. Так, в траву, в траву, за ней, за ней. Э, помчал, поезжали за ней. То есть она сейчас где-то остановится. Ну, давай, давай, давай. Музыка, кстати, музыка, заметьте, музыка изменилась. Так, атакуем лесу. Лиса, стой, куда пошла. Фурсычат, ты голодный. Пятеро, да, пятеро. Фурсычат. Ах, опять понеслась. Ать, ать, ать. Не такая, это уж простая задача, слушай, реально, в стелс-ориентированных играх не вам проще убивать. Вот, отлично. Вот, отлично. О, есть шанс, да, если она не успеет пройти всю длину. Так, заходи и прям прыжком вот отсюда забегай к краю и... Давай, давай, давай. Давай, давай. Ееееееееее! Так, барсучки. Ребята отстали. Окружай ее стаи. Кстати, вот тоже спрашивали, мне тоже интересно, барсучиха сама может умереть? Давайте я не буду отвечать на этот вопрос, поскольку он... Да, это спойлер, который... Все съели. Как, я предположу просто, это может быть как в фильме «Дорога», хотя я тоже спойлер, ладно, я не буду за мучением говорить, ну нафиг. Так, что, они сожрали всю лесу? А почему, почему лиса, кстати, меньше барсука? Да, вот тоже был вопрос, и мне тоже это интересно. Меньше барсука? Ну, да, чисто визуально мне как-то показалось, что... Ну, вообще, чисто визуально лиса и должна быть меньше барсука, тут все нормально. Ну, лиса и барсуки бывают разные, но вообще барсуки весят там минимум 20 килограмм взрослые, а когда они отжираются к зимней спячке, так это вообще все 35-40. То есть это такая махина, немаленькая. Барсун-гризли. Да. Есть вопрос такой, кстати. Подозреваю, что половина или даже больше работников игромайни сейчас втихаря смотрят стрим. А вот не знаем. На самом деле нет, ребят, сейчас, по крайней мере, вот из видеостудии, те, кто здесь находится, да, они делают в АЧП на завтра, во что поиграть. Сидят на бычиной, потому что им надо работать, а мы тут играем. Да. Так. Ну как, не совсем наобычный, а достаточно дружный офис. Просто вот так. Просто они нас тихо ненавидят. Есть ли кто-то покрупнее барсука в этой игре? В этой игре, ну как бы хищная птица, она такая старого, у нее размах крыльев, там мама не горюет. Когда она пикирует, хватает барсучонка, она заметно может... Да, она охотится за маленькими, но может ударить и барсучиху, в принципе. Интересно, что... Вот в жизни, если что, ребят, птиц, которые способны унести живого большого барсука, да и нет, он тоже не существует. Потому что самая крупная птица из существующих... Самая тяжелая летающая птица, это африканская драпа. Так, а где еще один? У нее вес 20, там, ну 25 килограмм бывает. У меня глючит или их четверо? Да, где-то ты одного просеял. Беги обратно, ищи барсучонка. Я когда эту игру проходил... Слушай, вот сейчас встань, подожди, может быть он пятый найдется, если нет, то... А, нет, все, 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 вот это. Фух, ну слава богу. Ух ты, как он выбросил игрок. Футболист настоящий, фифа-менедж. Так, а грибы барсук не ест? Грибы нет, их, помню, нельзя сорвать, да, нельзя. Иначе бы тут еды было столько, что... В жизни, кстати, они барсуки, они грибы едят. Так что все нормально. Так вот, ни одна птица в стравом рассудке и трезвом сознании барсука не унесет, просто потому что не поднимет. Слушай, а какие вообще в природе враги у барсуков? Мне почему-то на ум приходят какие-то, знаешь, медведи там спрашивали. Правильно, правильно, правильно приходят на ум медведи. Медведи могут зажрать барсука только так. Иногда медведи разрывают их огромные норы барсучины и достают оттуда... Вот взрослый барсук, он обычно догадается, как от медведя уйти, а вот маленьких барсучат зачавкает на медведя расплюнуть. Волки на барсуков периодически охотятся тоже, росомаха может съесть барсука, рысь может съесть барсука. Что там нас спрашивают? В игре есть ли люди? Нет, людей нет, уже отвечали. Да, уже Женя говорил про это. Ну и человек тоже на барсука охотится. Да, отдельно хотел бы рассказать про то, как живут барсуки, потому что я когда еще в школе про это все узнал, у меня там глаза на лоб лезли, мозг в трубочку сворачивался и через уши вытекал. Они, когда живут большими колониями, а это может быть там не до сотни, конечно, до полусотни особей иногда, они строят под землей огромные города многоуровневые. То есть это ходы, десятки и сотни ходов, каждой длиной там по 10, 15, 20, иногда 50 метров. Все это пересекается на разных уровнях. Вот эти вот городища существуют иногда, ну не знаю, как насчет стали, но многие десятилетия. То есть там живут разные поколения барсуков. О-о-о, вот она, хищненькая птица. Нам показали, что она может кого-то схватить, она тут или полегку, то ли еще кого-то. Нам не надо попадать в тень, да? Да, да, тут важная фишка, вот надо пробегать, когда тень уже пролетела. Значит, вот этот хищный клёкот, птица пикирует и до свидания, милый барсучок. Так, и, соответственно, барсучат она тоже ловит на... Да, да, поэтому всем семействам нужно быстро перебегаться. Вот на этих локациях барсучат обычно не тушуются, они бегут прямо за барсучих. Так, то есть у меня выбор либо вот по... Трубе, да, ну, по трубе, по дереву полу, либо вот через эту траву туда, а дальше тоже. Собственно, стелс в игре есть. А вот пулеметов нет. Да. Дубайте, дубайте, дубайте. Она прямо их палит, да, и... Да, вот в тот момент у нее маршрут, когда они выходят на открытую, изменяется. Она закладывает резкий вираж и пытается их схватить. Главное следить, чтобы... Давайте, 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 опа! Игра требует мощный пока. Да, только на последних конфигурациях и GeForce. Ну, кстати, графика такая, вот она прям... Прям хорошая, ну, приятная, реально приятная. Да, вот тот случай, когда... Я тогда увидел первый раз скриншот... Ну, точнее, не первый раз, сначала увидел видео, Женя его поставил в одну из нарезок. Потом я посмотрел скриншот и думаю, господи, ну что за кошмар. Жуткие скриншоты. А в динамике это все выглядит потрясающе. Стилизованная графика, она очень красивая. Так, мне здесь нужно куда-то вот не сюда явно... Ну, можно попробовать, я не знаю, кстати, куда здесь дальше. Нет, наверное, вот, кстати, вот туда. Вот налево, вот туда, да, где сейчас... Ты оттуда, по идее, пришел. Не, вот я пришел оттуда. Тихо, 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 тихо. Зверь куда пошел? Страшная птица. Игрушка на юните, кстати, поэтому, возможно, она на маке, на планшетах, там, где-нибудь еще появится. Ну, да, было бы логично. Очень хотелось бы, чтобы разработчики нормально заработали на всем этом деле и продолжили делать похожие игры. Ну, вот где вы еще с курсука можете проиграть? Ну, нервозность небольшая есть, признаюсь, когда эта фигня огромная летает. Читаю... Узорчик у нее на этих самых... Да, да, да. Ну, это, наверное, тоже не просто так сделали. Ну, что-то суперное. Оп, 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 оп. Не, нормально все. Так, судя по всему, куда-то сюда. Какая шустрая птаха. И тишина. Музыка, кстати, там, звуковое сопровождение доставляет. Прямо реально. Отравиться поганками возможно? Нет, поганки даже съесть нет. А вообще, берегу в игре здесь нельзя. Можно есть... Оп, 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 назад, 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 назад. Можно есть яблоки, коренья, лягушек. В какой-то момент появятся палевки, которых можно ловить. Вот одну уже поймали. А, поймали, да, уже все, отлично. Ну, и, в общем-то, все, по-моему, да, Женя? Да, вроде больше никого нет. Кабаняты такие. А, а, не, не успелся вернуть вверх. О, фу, вот так вот она делает, да. Я иду увидел. Да, если бы в эту секунду Барсучонок был на открытом пространстве, она бы его схватила и показали по анимацию, как птица улетает с Барсучонка в карте. Так, Норта. О, вот это, да, Норта. Все, по-моему, птица улетела. Меняется ли в игре погодные условия? Нет, нет, еще не улетела. Нет, пока нет. Вот они, красавцы. Да, погодные условия меняются, и, более того, игра разделена на уровни, которые отражают еще и временные промежутки. Барсучата в игре растут, за счет этого к ним привязываешься еще сильнее. То есть вот сейчас это такие мелкие комочки, которые бегают за мамкой, а к концу игры это будут такие откормленные, ширные зверюги, которые размером чуть-чуть меньше Барсучихи. Вот, и вот, собственно, сейчас мы бегаем это лето, потом через некоторое время наступит осень, декорации поменяются полностью, будет идти дождик, летать листья очень красивые, такие стилизованные, цвета будут такие характерные, очень красно-оранжево-розовые. Бежим, бежим, бежим. Погодные условия влияют на геймплей? Нет, погодные условия на геймплей не влияют, это просто красивый антураж. В игре есть еще, например, игра. Собственно, вот что мы пока видели? Мы видели, как охотятся на лис, мы видели, как собирать еду, как есть лягушек, мышей, полевок, как убегать от птицы, вот сейчас мы этим занимаемся. В какой-то момент в игре случится пожар, нужно будет убегать от огня. Потом, что еще у нас там есть? Там есть преодоление бурных... Так, подожди, у меня осталось три мальца. Они прячутся. Нет, слушай, они где-то там. Вон они застряли. Ой, да, слушай, они в трубе застряли. Нужно возвращаться. То есть это глюк какой-то? Ну, что-то произошло, да. Может быть, глюк, может быть, просто слишком быстро пробежал, они за тобой... Если они тебя потеряют, они вот на этих локациях стоят и ждут. Так... Не знаю, спойлер или нет, спрашивать... Реки есть. Да, реки есть, через них нужно проходить, и на этом тоже завязан один из элементов геймплея. Там есть камушки, по которым надо прыгать, а потом в какой-то момент начинает, видимо, прошел дождь где-то в горах, и бурный поток такими характерными волнами через несколько секунд начинает проходить через реку. И нужно пробегать по камушкам вверх по реке мимо этих волн. Ну, то есть волна прошла, вы пробегаете, прячетесь где-то в стороне, прошла следующая волна, бежите дальше. Катер, спасибо, кстати. Если бы не чат, я бы... Не заметил. Не заметил, да, что осталось три барсука. Вот тут, кстати, вопрос такой тоже логичный. Когда вырастут барсучаты, им все равно придется искать еду? Да, да, да. Ну, кстати, и в дикой природе барсучиха достаточно долго нянчится с барсука, барсучатами своими, и кормят их, пока они там всем здоровым местом. То есть они в какой-то момент учатся есть еду сами в живой природе, а в игре этого нет. В игре вам нужно вот заботиться за них до последнего. Так, один в трубе не остался. Нет. Так, бежим дальше. Вот тут вопрос. По десятибальной шкале на сколько, Леш? Ты знаешь, вот такие игры мне всегда было сложно оценивать. Ну, потому что есть инди-проекты, которые вне оценок вообще. Ну, там, Джонатан Блоу делает такие игры, Фил Фиш такие игры делает, Эдмут Макнил. А если... Да, Диа Лау. Ну, он вернется, я еще думаю. По названиям самих проектов, если... Фес, Виджонни и Дженовы Чена, что у нас там еще? Брейд. Вот все игры такого уровня, ты на них смотришь и понимаешь, что это, ну, в рамках инди-индустрии это практически не делал. Извини, Леш. Я сейчас красивый уровень. О, кстати, да, вот это ночной уровень. Это новый вид геймплея. Здесь вот эти вот, вот этот свет, пятно света, которое вы видите, оно символизирует зону внимания барсучихи. Если барсучонок окажется вне зоны света, то он как бы потерял маму и сам он к ней не вернется. Нужно его искать. Нужно его искать. Более того, в какой-то момент там раздается такой... Рев, и этого барсучонка, ну, якобы, кто-то не съедает, а хватает. Его нужно будет найти. Да, они побежали все. Они что-то испугались, хрустнула ветка, они постоянно пытаются смотаться из этого круга света, боятся всего. Они первый раз как бы на ночной прогулке. Да, кстати, там был поворот. И там еда вот была, корми барсучонка. Где? Я пропустил. Назад прям эдитер не еще там будет торчать. Вот она. Давайте пожремся немножко. На самом деле, это извечный тоже момент обсуждения оценки. То есть, можно ли поставить этой игре так. Куда мы так побежали резко? У меня сама барсучика еще резко. Вот лягушка, можно ловить. Давай, кот. О, отлично, зачеркнули. Так, тролли, тролли. Где остальные? Вон один. О, кто-то, кстати, пискнул, по-моему. Я в наушниках даже. Я сижу без наушников, из наушников слышу, слышно писк. Так, а если вот этот был такой, как будто его съели все? Нет, вот в том-то и дело, что после этого у меня такое было три раза, и все три раза я этого барсучонка в итоге нашел. Но не в том месте, где я его потерял. То есть, его кто-то утаскивает, и после этого как-то на уровне, видимо, надо найти. Для меня вот этот конкретный элемент не очень очевиден, но, говорю, он ищется как-то. Вот где его искать? Вопрос. Кушайте. Так, вот куда-то все побежали просто. Компания назад перед нас. Да. Куда же он делся? Ну, где-то он был сзади. Почему-то здесь она сама начинает без шифта бегать. Здесь можно, наоборот, медленно ходить с контролом. Ага. Барсучонок. Там шифт почему-то не везде работает. Там некоторые места есть, где запрещают бегать. Вот, странновато. Да, слушайте. Я, кстати, вот, говорят, не убегая от барсучонков, от барсучков. Я не собирался. Она сама начинает просто дергаться и бежит. Так, четверо, да, все-таки? Ну, сейчас надо найти. Сейчас мы, может быть, идти по локации, может быть, они появятся. Барсучонок будто утащен. Еще вот листочки эти падают, они прям напрягают. Кажется, что это то ли еда бегает, то ли какие-то монстры. Ой, не того покормил. Да, кстати, расскажу интересную историю, потому что сейчас за счет того, что мы читаем вопросы из чата, многие истории, которые мы начинаем рассказывать, оказываются незакончены. Я начал в свое время в начале трансляции говорить про огромные города барсучины. Так вот, там есть один интересный факт. Мало того, что это просто огромные города под землей и ходы, они еще умудряются защищаться от паводков и от дождя сильного с помощью слоя воды, который есть в почве и так. Вот, понятно, на определенном уровне, если этот слой воды, как он называется, грунтовые воды, расположен не очень глубоко, то барсуки докапываются до него, прорывают его насквозь. Вот, представляете себе, да? То есть вы доходите до некого пласта с водой. Дальше вы через эту воду, что там спрашивают? А будет ли какое-нибудь оповещение, если барсучка убьют? Ну, убить барсучонка может, я так понимаю, только большая птица во время вот этих вот уровней прохождения стелса. И там прям видно сразу, она его хватает и показывает анимацию, как она его утаскивает в поднебесье. Сразу становится понятно, что все, басту, не уследили заднюю. Не, ну есть еще вариант, как убить барсучка, и это называется альтаб. Вот, я как-то играл как раз, ушел на обед, вернулся, и барсуки уже настолько посерили, что даже ничего не было. Слушай, а, то есть они могут таки... По-моему, да. Понятно, вот я до этого ни разу не доводил, поэтому не знал, что они все... Это не финальная версия была, то есть тут, может, и выбрали такой. Да, так вот, они прокапывают этот самый слой грунтовых вод и роют сквозь воду буквально. Ну, обычно там вода же не течет, она так просачивается сквозь грунт на определенном уровне. Они прорывают эту воду, дальше подрывают под этот пласт воды, роют немного в сторону и вверх, следят за тем, чтобы вот в этом месте вода уже не просачивалась. И, соответственно, если идет дождь, он весь впитывается слоем грунтовых вод и смывается. Они, по сути дела, водой защищаются от воды. Ну, фантастика просто. Да, своеобразно. Природа, конечно. Вот на самом деле, такие игры отвечают на вопрос, что вообще игры такое, искусство или просто так? Согласен. Потому что это не только искусство, это еще и обучение. Реально, как это кто-то в чате писал, отношение к брусукам после этой игры будет совершенно иное. После этой игры хочется еще почитать что-то про брусуков, посмотреть про них какие-то фильмы. Реально интересно становится. Так, все-таки я не могу найти. Мне кажется, что куда-то он исчез. Один из малышей. Ну, давай, пойдем дальше. У меня вот, кстати, один раз, первый раз, так и было. Я потерял брусучонка, носился, угорелый искал, не нашел. Пошел дальше, решил, что все, брусучонка не будет. Пошел дальше по уровню, и в какой-то момент я на него наткнулся. Ну, корми брусучок. Вон там еще, видишь? Один, кстати, где-то застрял там. Да, девчонки брусучонка. Блин. Тихо-тихо, ну вот там, вот слева. Опять началось как-то бегать, нехотя я шутил. Ну, на PC играем. Да, играем на PC. Пока это PC эксклюзив, по-моему, игра уже появилась в Steam, продается. Собственно, вот мы играем в Steam-версию, купленную, это не пресс-версия. Опять куда-то дело садись. Малыш, ну ты чё? Подожди. Нет, вот они, все четыре. Мне такая личная просьба, ребят, я подозреваю, что эта игра очень быстро ломанутая, она тут же появится на торрентах, потому что нам разработчики, например, высылали версию никак не защищенную, вообще никакую. То есть мы ее выложили в торрент, и она тут же разлетелась везде. Вот финальную версию они нам даже в таком виде прислали, прям готовенькая, готовенькая. Ну, если хотите поиграть, вот за такое, по-моему, не жалко заплатить, иначе если рабочие ничего не заработают, они не смогут ничего дальше сделать. А студия маленькая. Нас, смотрите, круг. Пишут, что уже на торрентах. А, ну вот, пишут уже на торрентах. Ну, логично, да. Я думаю, там защиты толку никакой не было. Вот, кстати, появляется множество развилок. Развилки, на самом деле, в большинстве случаев они такие фейковые. Заходишь, там тупичок, и надо идти обратно. Либо вообще пройти нельзя, там кусты растут, кажется, что они проходимы, подходишь и утыкаешься головой. Ну, говорю, разработчики сделали вполне себе линейное прохождение, но постарались создать видимость открытого мира. Но иногда есть закольцованные участки, когда идешь, идешь и... Опа! Батенька, а вот и наша булочка. Вопрос, Леш, тебе. Ну, наверное, нам всем, но вот сдают его тебе. Какие планы на будущее по поводу прямых трансляций? Формат, как мне кажется, хороший. Тот же марафон был очень интересно смотреть. Ну, марафон, это все-таки не прямая трансляция. Марафон записывается заранее, мы к нему обычно долго готовимся. Вот такие прямые трансляции, ребят, я бы с удовольствием, например, сам массово в них участвовал, но для этого нужно время. Вот сейчас так сложились звезды, что вот сегодня у нас получилось. Причем мы когда-то вчера обсудили это дело, и сегодня до середины дня не знали, получится ли еще. Но в итоге я вот приехал на запись в АЧП, так получилось, что у нас все дикторы... Все-таки Влад Коб не успел вернуться из отпуска, и еще один выпуск в АЧП пришлось озвучивать мне. Маленький анонс такой, да? Да, маленький анонс. Вот, и сразу решили, что можно успеть сделать и Steam, поскольку уж я только убедил в лабе, и хотя бы часик времени есть. В будущем мы тебя всегда ждем. Да, с удовольствием, главное, все рядом сидим, но со временем иногда просто труба. Сейчас у нас вот сдача номера, во все ее делают. Вот, собственно, сейчас все получилось, потому что пара редакторов вовремя не сдали текста. Поэтому у меня вечернее окно, и могу поиграть, посмотреть. Что там у нас спрашивают? Вот как ты относишься к игре Payday 2? Это не мнение, ничего нет? Да пока ничего не скажу. То есть ты будешь мнение записывать, или что? Вот, а, ну, я в нее еще не поиграл, понимаешь? Поэтому что-то говорить... Ну, учитывая твою загрузку... На этот номер я уже точно не успею поиграть. У нас, по-моему, Саша Шакиров поиграл, Геф точно поиграл, Геворг Кокопян. Я думаю, что они расскажут, а я, если успею поиграть... То есть я по-любому буду в нее играть, боюсь, что просто с большим опозданием, когда уже поздно будет записывать мнение. У меня так часто получается, что игры там выходят к концу номера, и вроде бы надо успеть записать мнение в текущий, а нет времени поиграть. Они откладываются там до каких-то следующих выходных, когда номер уже диск сданы, и в итоге игру прошел, а мнение писать уже поздно кто-то еще расскажет. Стараюсь отыгрывать по максимуму, смотрю все ключевые проекты всегда, но часто с опозданием. У меня бывает так, что нам за три месяца накопилось, потом где-нибудь на новогодние праздники сел, отыграл все разом, чтобы быть в курсе. Так, мне кажется, я заблудился. Барс-ученок так и не нашелся, судя по всему. Ну, кстати, вот по этому уровню я тоже очень долго плутал при первом прохождении. Симулятор, Леш, тоже вопрос тебе. Симулятор какой животинки хотел бы ты лично видеть? Ой, у нас, я когда подвесил небольшую информацию по игре в ВКонтакте, в группе у себя на страничке, мы как раз со Светой Померанцевой готовились писать почту очередную, и кто-то нам тут же прислал прямо в контакт вопрос, а вот какие вообще симуляторы других животных вам было бы интересно увидеть? Давайте, типа, порассуждаем, что можно было бы прикольно. Я предлагаю прямо сейчас, мы сейчас все вместе придумать, какие хохмы интересные можно было бы сделать. Нам в голову пришел, не знаю, симулятор крота, медитативный. То есть полностью черный экран, и звуки там, шарк-шарк-шарк-шарк, о, червячок. Поиграли. Вот, а кто-то написал, что, ну, как бы, симулятор червяка уже существует, Торфор Джин, но это как бы не элистичный симулятор. Симулятор ракушки какой-нибудь, там лежишь, и там нажимая две кнопки, хлопаешь створками, там выращиваешь жемчуг себе. Пишите вот прямо, кого бы вам было интересно... Ой, симулятор, кого вам бы хотелось быть в чате? Симулятор спунса, пик, это буггермен игра. Именно. Семья такая была. Был онлайн-симулятор оленей, и я не прав, вот сейчас. Симулятор лиса, извините, Лёш, симулятор лиса, чтобы отомстить барсучке. О, барсучихи. Барсучихи, ну так, это цитата. Ну да, хорошо. Можно сделать комплексное прохождение, кто-то играет за хищную птицу, и ты ведёшь по наеху лобы, и всё, барсучат, не... На самом деле, моба-игрушка, да? Была, наоборот, игрушка про охотников, а лет назад... Дир Хантер, да, их уже штук 200, наверное. Вот она, кстати, так и называлась, Де Хантер. Ты Де Хантер имеешь в виду? Да, да. Там красивая очень графика была, классный звук такой, но она дико сложная, на самом деле. Давным-давно, я уже не вспомню, там, в начале 90-х, или даже до 90-х, была игра The Wolf, которая симулировала поведение волчьей стаи, а потом, опять же, это было уже в 2000-х годах, вышел симулятор волчьей стаи Wolf Quest. Но вот во всех этих играх, к сожалению, там был акцент вроде бы на реалистичности, при этом это было не то, чтобы особо реалистично, и при этом еще и не было сопереживания этим животинам, потому что там была такая документальная постановка очень, а здесь вот этим барсукам не сопереживаешь. Они какие-то такие родные. Симулятор Плантктона. Кто-то, кстати, написал, будет ли продолжение этой игры Shelter Fox Rising или Fox Revenge. Идея хорошая, разработчикам передадим обязательно. Кстати, вот кто-то написал, симулятор таракана в общаге. Ой, кстати, слушай, а симуляторы тараканы же, они есть. На флэшеях точно целая тьма тьмущая. На PC, по-моему, какая-то версия выходила тоже. Я думаю, даже не одна, просто такие мелкие проектики совсем. Не очень качественно сделаны. Тараканы точно симулировали. Еда сама пришла ко мне. Симулятор муравья. Вот это уже написал, когда ты задал этот вопрос. Я, собственно, подумал о симуляторе муравья. А что ты о нем подумал? Он есть. Ага, я еще в начале 90-х играл на PC, точно совершенно, симулятор муравейника. Там нужно было планировать развитие муравейника, с какими-то досочками бегать. Я в упор не помню, как она называлась. И Vence, наверное. И кто ее вообще разрабатывал и издавал. Но игра такая точно была. Пиксельная графика, все как положено. Слушай, а вот здесь тоже вопрос такой. Симулятор зомби. Вот есть игры про выживание от зомби, как бы, да, отбивание от них. А есть ли симулятор зомби? Прям вот интересно реально. Мммм. То есть фильмы, где зомби главные герои уже появляются, да? Слушай, ты знаешь, я что-то вот сейчас сходу не назову, но у меня есть устойчивое убеждение, что такие игры были даже не раз. Блин, прям... Бывает такое коронавирусное... Зомби, ставь! О, 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 все, точно, спасибо вам, ребят, помогли. Зачем? Да, 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 конечно же. Ставь за зомби, да. Ну, такая относительно старенькая игрушка. В конечности можно было открывать. На флэше, кстати, таких игр точно много, очень. Они периодически там всплывают во всяких рекламах на сайтах. Там заходишь, управляешь каким-нибудь мертвяком. О, о, корешочек. Вкусняша. Так, что они там еще интересное спрашивают? А то мы как-то так взымалкиваем. Какие есть опасности, кроме орла? Серьезных опасностей, в общем-то, никаких. Ну, как бы есть поток воды в какой-то момент появится, будет пожар, и, в общем-то... Ну, и все, и голод для барсуча. Говорю, на самом деле в игре можно было бы намешать еще очень-очень много всего. Добавить реалистичности, кучу других ситуаций собрать. Но разработчики сами говорят, у них была задача сделать сопереживательную игру. Вот с этой задачей они здорово справились. Потому что игра не длинная, игра достаточно короткая. Вот на том участке времени, который вы ее будете проходить, удовольствие получите массы, и она не успеет надоесть. Она раньше закончится. Вот, ну вот если бы они начали делать Шелтер 2, мне бы, конечно, хотелось, чтобы там и жизнь внутри норы как-то была реализована по-интересному, и там пищевые цепочки поинтереснее были, и опасностей было побольше. Кстати, бурсуки, живые реальные бурсуки, на своих маршрутах, когда они там десятки километров иногда за ночь проходят, они на участках, где живут хищники, они строят специальные норы схроны. Да, у нас... О, меня сейчас на секундочку украдут, и я вернусь буквально через минуту-через 2, а вы пока обсуждайте. Работа, 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 ребят. Да, что там пишется? Ничего не поделаешь. Симулятор цветка, распределение воды между частями The Elder Shelter. Ну, на самом деле, кажется, они вряд ли будут делать продолжение Потому что уже не потянет на вторую часть Вот все эти идеи про барсуков Так, Леши сейчас нет Вот Алексей мне один раз посоветовал игру Про приготовление еды Сам в жизни пытался приготовить Так же у меня действительно получилось Есть ли у вас такие игры про приготовление еды на примете? Что это интересно за игра такая? Да, Леша сейчас ушел Ну, я напомню, мы все-таки сейчас все работают До сих пор Вот Оп-оп-оп-оп Ускакала лягушка Там с такой высоты, наверное, так грохнул, что не смерл потом Ко мне звонит супер Я не могу сейчас взять Я играю за барсучиху Не помет, да? Алексей Он сейчас лёж и пришел в комнату, он прям присоединился через секунду буквально О-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Некий ник у человека Ты советовал ему симулятор Игру, игры про еду Про приготовление еды И он, представляешь, в реальности научился готовить Да, слушай, я помню действительно Эту штуку, переписку в ВКонтакте, по-моему Было дело Шеф-повар 2, мировая кухня, что-то в этом духе Вот он просит еще какие-нибудь симуляторы Симулятор суши, например Слушай, Женя, ты дофига совершенно Игорь знаешь, что ты помнишь из таких необычных Я только из чата могу симулятор хирурга Писоветовать, по нему научиться А, нет, ну симулятор хирурга, да, кстати, довольно много Потом, что у нас был? Сержин симулятор Последний вот этот смешной, тоже был замечательный Алексей был просто, просто в восторге Это было одно из самых крутых мнений Это была одна из самых офигенных игр, в которые я играл Потому что она мне с точки зрения работы По профилю, как бы, по моему образованию Ну и она сделана замечательно То есть ты по образованию медик, хирург Судебно-медицинский эксперт, Саша Судебно-медицинский эксперт, так А вы меня все время патологоанатомом заверите Я, кстати, всегда подниму Я вас ненавижу Все так думают Вообще разницы не знают между экспертом и патологоанатом Ну, патологоанатом это человек, который трупы Который занимается секцией трупов, скажем, по-моему, скорректно Да, при больницах Вот если в больнице кто-то умирает, его вскрывает патологоанатом А если какой-то криминал, что там такое Я не вижу, мне отсюда вообще не читается Жень, прочитаешь? Да, да, вконтакте писал, я научился приготовлять Отличные турпалетки Отличные турпалетки Отличные турпалетки Это шикарно Даже печь хлеб Классно Ну, вот несколько раз были вопросы, а что если Бурсучата помрут? Ну, что? А вот, кстати, я ни разу не допускаю Ничего Ничего То есть Бурсучиха продолжит двигаться дальше? Да, все понятно Мы на финал прошли уровень К сожалению, потеряли одну область Чем-то Али, сейчас, может, они все пять Вдруг он, да, подсосется под грудью Я вот тогда, когда терял их, на этом уровне я их находил Ой, дурень с водой Ага, вот уже дождь красный пошел Да, так вот, обсудные эксперты занимаются криминалом И убийственный человек погиб Неизвестно, что с ним случилось в квартире Его тоже ведут, везут в отделение судебных Экспертизи Там скрывают, составляют протоколы Отправляют все это в полицейский участок Какой-то полицейский, когда я работал Была еще милиция Не побежал, можете И еще вот эти волны Нам в какой-то момент сейчас нужно будет форсировать реку И важно не попасть вот под эти потоки воды Иначе можно еще пару бурсучат Вышиться вообще за раз За раз Так дайте передвинусь, потому что мне вообще ничего не видно, что происходит на экране За сколько эту игру можно будет пройти? Вы знаете, по-моему у меня это полное прохождение Ну сколько? Часа полтора максимум? Полтора-два максимум Сделайте музыку потише, вас не слышно Ну сейчас, одну секунду Это сделать не слышно Да, у нас только петличка, в которую мы все говорим Микрофончик Прикреплена к какой-то салфетке грязной Так что Сейчас сделаем Вполне себе даже чистое салфетка А, да, да, грязная Хорошо Еда, еда, еда Звуки дождя, да Скорее А, там пошел шипение только сейчас Да, да, это дождь пошел Здесь есть Яблоко Ешьте, детишки Атмосферный класс Да, действительно здесь прям Ну если одному вечером сидеть играть, блин Да, она прям затягивает, затягивает Сначала кажется, что ну первые пять минут А дальше, ой, как не привыкаешь Ну и плюс атмосфера и антураж и музыка меняется постоянно Музыка очень красивая, очень хорошая Графики классные, то есть тут на практически все вещи по одной текстуре приходится Если на землю посмотреть, вот квадратик с травой просто какой-то алиповатый, приляпанный, что это А все в целом выиграет очень Прям как надо Не, вот такая графика игры, что называется, можно себе легко представить там лет десять, ну или восемь назад Она тогда бы смотрелась хорошей с точки зрения графики Сейчас или еще пускай, лет через десять даже Это будет смотреться просто очень красивой стерилизацией Разработчики, по-моему, дописали, да, что они японскими мотивами даже Руководствовались, обращая внимание на Такая Манго-хентай Айлестер спрашивает, важно какого барсука кормить, если посмотреть, то они Действительно все разные, как Леша говорил в самом начале трансляции И просто если кормить одного и того же постоянно, то те, которые недоедают, они становятся немножко более серыми Угу Вот, например, когда лисицу убиваешь, то они все ее могут поесть и там на всех хватит А вот есть какой-то маленький корешок, там, по-моему, одновременно ее максимум два босучка могут есть И остальные, если они не успели, или вы там сумели не им под нос, а конкретно сыты Сытые сожрут, а эти будут сиреять, сиреять, сиреять и в конце концов Между тем, время без двадцати семь Да, мне, кстати, уже пора убегать на встречу в работе, ай-яй-яй Вот, ну, собственно, короткий стрим на полчаса превратился в стрим часовой А ведь подросли, вот, на самом деле Да-да-да-да, видно, что они стали больше Видно, что они стали побольше Реально подросли, то есть такие уже откормленные барсучат И сожрут Вот, но мы до конца, наверное, проходить не будем Представляем, массовый MMORPG в лесу Предлагаю Было бы тут мультиплеер, были бы олени Собственно, действительно, наш блиц на полчасика превратился в такой, прям, блиц на час Да, что я вообще не заметил какое время Серьезно, это очень круто Очень круто отвечать на вопросы, очень круто Интересно и приятно слышать отзывы По Стюм Николаю Дроздову на следующий стрим Да Да, все было прикольно, когда Николая еще пригласите А ведь реально можно, да То есть он вхож в наши круги, можно сказать Вот И Спасибо огромное Пройдите, плиз Нет, ребят, надо реально, надо уже Заниматься работой другой Чтобы вы завтра посмотрели ВЧП Чтобы вышел журнал Вот, чтобы на сайте появлялись новости Спасибо вам, что посмотрели Я очень надеюсь, что вам было интересно Нам было офигеть как интересно Честно Ну и не последний раз все это делаем Более вдумчивые стримы будут И вот такие же, вот 7-минутные Когда просто собрались, поиграли И вообще ни к чему не готовились изначально Тоже будут Я тоже постараюсь Поджиму полчаса Ждем тебя на стримпейперс, плиз Да А, кстати, отличная идея Я до сих пор в него не поиграл Мне стыдно и вообще Слушай, а вот ты не играя Давай стрим по нему Слушай, можно попасть? Да, если Леша Ты просто сядешь, да Со временем надо только определиться Потому что пока Вот сейчас сдаем журналы А то с полными Сейчас мнение было успеть Главное основное Мы еще идем в эфир, что ли, нет? Да, мы еще идем в эфир, собственно да Мы разглагольствуем очень много Я еще раз Всем скажу огромное спасибо Либо скажу, что стрим записывался и записывается сейчас, и можно будет его посмотреть здесь же на Твиче или у нас на сайте в новости. Явно он будет выложен. И еще раз спасибо огромное, было действительно очень круто. До новых встреч. Мы еще хотели Настю привлечь. Настя, скажи ребятам пока. Вот она говорит пока-пока, не успела поучаствовать. Завтра, завтра кстати будет, извиняюсь, завтра будет стрим по Splinter Cell, планируется по крайней мере. Можете не считать это за официальное заявление, но пятница вечер, пятница вечер, 18.00, может быть даже Настя поиграю в Splinter Cell, а может быть и я. И я постараюсь ее не перебивать. Еще раз спасибо ребят огромное. Все, всем удачного вечера. Всем удачного вечера и до завтра я надеюсь. Пока.